Добрый день, глупо уважаемые председатели, глупо уважаемые коллеги. После того, как Григорий Владимирович так эмоционально анонсировал мой доклад, тут уже сложно что-то добавить и превзойти в этом плане. Но тем не менее я хотел бы остановиться больше не на роли БСЛО, а на биологических аспектах вот этого момента и все-таки о том, что следует за БЛО, то есть решить вопросы с одиванной терапией. И когда мы говорим о лечении больных второй стадии, мы должны перед собой поставить несколько вопросов. И часть из них вообще-то биологические. Есть ли различия между стадиями, это мы лечим одно заболевание или мы лечим два разных заболевания в биологическом плане. Есть ли влияние на продолжительность жизни. Я напоминаю, что все, что мы делаем для лечения, мы делаем для того, чтобы пациенты жили долго и счастливо. Повлияем ли мы на общую выживаемость, начиная лечение так рано. И надо ли нам лечить всех, просто потому, что у некоторых из этих людей есть риск дальнейшего прогрессирования процесса. Безусловно, у нас очень большая информация накоплена на других стадиях. Но можем ли мы перенести информацию с третьей стадии, например, на лечение второй стадии. И, исходя из этого, уже сделать вывод, зачем нам биопсия сигнального лимфоузла. Потому что уже часто звучат аргументы, что вот у нас появилась удевантная терапия второй стадии, давайте забудем про биопсию сигнального лимфоузла, мы же все равно назначим удевантную терапию. Но попробуем разобраться, так ли это на самом деле. Итак, на сегодняшний день уже давно, достаточно больше 10 лет назад, была предложена молекулярная модель эволюции меланомы. То есть генетические события, они накапливаются по мере мальганизации меланоцита и перехода меланомы последовательно от радиарной фазы роста к вертикальной фазе роста. И обратите внимание, что молекулярные модели метастазирования в лимфатических узлах и отдаленных метастазах, они генетически различны. Что мы знаем о второй стадии, что будет с пациентами со второй стадии? Вот мы попытались посмотреть в нашей базе, понятно, что есть определенные селекционные смещения. Надеюсь, потому что это пациенты, которые к нам обратились, часто по поводу уже более поздних стадий. Но что оказалось, что у пациентов со второй стадии прогрессирование только у третьей будет регионарное, а у большинства будет отдаленное. 5% оказались в нашей базе без прогрессирования на второй стадии. Что это значит? Что у 32% пациентов при регионарном прогрессировании мы сможем сделать операцию и там уже более уверенно назначать адювантную терапию. У остальных, если мы не профилактируем сразу, будет уже более тяжелая стадия заболевания с большими сложностями для проведения лечения. Иммунологические стадии тоже оказались различны. При анализе здесь представлены наши данные. Если мы говорим о второй стадии, то там все-таки больше идут процессы активации, процессы как-то преодолеть резистентность. На третьей стадии мы видим, наоборот, пик иммуносупрессивных вмешательств, а именно те вмешательства, на которые направлена у нас иммунотерапия, где она может оказаться эффективной. Заметите, что в четвертой стадии вот эта ситуация уже опять в обратную сторону меняется. Но если мы посмотрим в процентном отношении клеток, частота отклонений и повышения регуляторных субпопуляций клеток растет, начиная от второй стадии и продолжаясь к третьей стадии. Причем это разные совершенно регуляторные субпопуляции. Конечно, когда мы проводим адювантную терапию, мы очень часто ориентируемся на такой показатель, как время допрогрессирования. Это очевидная конечная точка, но встает опять-таки вопрос, а насколько она взаимосвязана с главной конечной точкой, все-таки время допрогрессирования, это тоже суррогат. Как она связана с общей выживаемостью? И действительно был проведен такой большой метаанализ. Оказывается, что время допрогрессирования – это показатели, которые хорошо коррелируют с общей выживаемостью именно для адювантной терапии меланомы. Но есть ли у нас результаты из предыдущих десятилетий исследований? И здесь представлено, например, что нам дает терапия интерфероном, который до сих пор остается в рекомендациях для пациентов именно ранних стадий – 2b, 2c или 1-2, как в более ранних метаанализах. И здесь мы видим, что, несмотря на достаточно большой относительный риск, результаты оказывались статистически незначимыми. У нас тоже не получилось существенных различий по выживаемости пациентов со второй стадии, которые получали или не получали адюватную терапию. Да, мы знаем, что отдельный подгрупповый анализ показывает, что интерферон действительно работает у пациентов с изъясненными формами меланомы. Но опять-таки этот подгрупповый анализ не дает нам возможности разобраться, а это преимущество достигается за счет третьей стадии или за счет второй стадии. Все-таки надо или не надо, можем ли мы или не можем говорить, что мы что-то изменяем при интерфероне на второй стадии. Но давайте посмотрим, какие у нас опции вообще есть в современной адювантной терапии. Очень сложно сравнивать препараты, потому что прямых сравнений на самом деле между таргетной терапией и монотерапией не делалось. Но вот есть технологии сетевого метаанализа, которые нам позволяют построить некий рейтинг препаратов. И здесь во всех случаях препарат, который находится в строке, сравнивается с препаратом, который находится в столбце. И таким образом мы можем сравнить, какие препараты имеют преимущество друг относительно другу. Все, что выделено жертвам, это статистически значимое различие. Итак, на третьей стадии мы знаем, что сегодня в стандартах у нас две группы препаратов. Это иммунотерапия, либо неволюмаб, либо пембролизумаб, соответственно, вторая или четвертая строчка. И комбинированная таргетная терапия, доброфенип-триметинип. Если мы посмотрим на вот это выделенное зеленым параметры, мы видим, что комбинированная таргетная терапия, на самом деле, на третьей стадии, она обладает наибольшим снижением относительного риска прогрессирования процесса. И иммунотерапия здесь показывает несколько худшие результаты, хотя они статистически значимо не отличаются от доброфенибы и от риметиниба, но тем не менее, все-таки она чуть хуже. Возможно, этот эффект достаточно маленький, не хватило мощности этих исследований и такого анализа, чтобы показать этот эффект. Но когда мы говорим про вторую стадию, у нас же там нет таргетной терапии, она не зарегистрирована. Единственная информация, которая у нас есть по таргетной терапии второй стадии, это исследование БРИМ-8, но обратите внимание на количество пациентов со второй стадии, которая попала в это исследование. Это количество недостаточно ни для каких выводов, тем более про выживаемость. Мы ожидаем, что там в группах где-то будет по 100 плюс человек, а здесь в группах было в лучшем случае 18-15 человек. Но обратите внимание, какая интересная раскладка. В группе Плацева половина пациентов все-таки запрогрессировала, медиана 36 месяцев. Но в группе Веру Мафриньева вообще никто не запрогрессировал за время наблюдения. И на этом исследование остановлено. То есть по большому счету мы можем ожидать, что и таргетная терапия в дальнейшем, возможно, будет применяться при этой стадии. Но опять-таки нам нужны исследования, и это речь только о стадии 2С. Безусловно, ситуацию изменило исследование Кино 716, в котором было проведено сравнение пембролизумаба с плацево у пациентов на второй В и второй С стадии заболевания. Как вы видите, это были рандомизированные исследования, достаточно большое, и оно допускало в дальнейшем у пациентов речельничек, кроссовера во время исследования. Что оказалось? Что на самом деле, если мы посмотрим на относительный риск, то на второй стадии он оказался меньше, чем в регистрационных исследованиях пембролизумаба на третьей стадии. Там относительный риск прогрессирования 0,54, здесь 0,6, это меньше размер эффекта. Рецидив, да, действительно реже встречался в группе пембролизумаба, но вы видите, что расхождение кривых достаточно небольшое. С другой стороны, мы знаем, что в третьей стадии, если мы сравниваем с предыдущими историческими контролями тот же самый пембролизумаб, это исследование S1404, несмотря на выигрыш, даже больший выигрыш в относительном риске в времени до прогрессирования, в общей выживаемости никаких преимуществ не было. Что это значит? В этом же исследовании было показано, что пембролизумаб у пациентов, которые получали его в адювантном режиме, в метастатическом режиме работал хуже, намного хуже. А те пациенты, которые, может быть, и прогрессировали, не получая пембролизумаб в адювантном режиме, они получали ту же самую высокую эффективность и фактически долечивались. Другое дело, что те пациенты, которым этого было не надо, которые уже вылечены были, они не требовали назначения такой терапии. Отсюда встает вопрос, где взаимосвязь риска и пользы при назначении адювантной терапии. Все-таки, когда мы назначаем адювантную терапию, у нас есть группа пациентов, которым она не нужна объективно, но мы не знаем, кто это такие. Есть группа, которым она все равно не поможет, несмотря на назначение. Очень интересные данные я нашел на ЭСМА. Относительно баланса риска и пользы на основании исследования Кеноз-716. Посмотрите. Итак, обращаю ваше внимание на показатели. ННТ – это стандартный фармакоэкономический показатель, который означает, сколько пациентов надо пролечить для достижения одного дополнительного эффекта. ННХ – это обратный показатель, сколько пациентов, которых надо пролечить для достижения одного нежелательного явления третьей-четвертой степени. Соответственно, мы, естественно, хотим, чтобы ННХ был максимально большой, а ННТ был максимально маленький. Но что мы имеем? Если мы посмотрим на исследования по одевантной терапии третьей стадии, здесь представлены Кеннод-54, комби-АД, то да, токсичность, особенно таргетная терапия, достаточно высока. Всего у каждого третьего пациента фактически возникает нежелательное явление третьей-четвертой степени. Но количество пациентов, которые должны быть пролечены для достижения одного ответа, оно достаточно небольшое – 5-7. И посмотрите, в Кеннод-716 количество пациентов, которые реально должны быть пролечены для достижения одного дополнительного эффекта – 27. А из этих, соответственно, пока мы лечим эти 27 пациентов, мы как минимум у двух или у трех получим тяжелые нежелательные явления. И мы знаем, что для иммунотерапии эти тяжелые нежелательные явления, они, в общем-то, не закончатся с отменой иммунотерапии, они могут продолжаться. Посмотрите, то же самое анализ 716-го исследования. Два года наблюдения, то есть пациенты уже один год не получают лечения по умолчанию. Что стало с теми тяжелыми нежелательными явлениями, которые были зарегистрированы? У 17% был гипотириоз. 88% пациентов продолжали получать гормонно-заместительную терапию из тех пациентов, у которых было выявлено состояние. Надпочечниковая недостаточность. 92% остаются на лечении, и мы знаем, что это все будет длительно. Да, может быть, цифры по абсолютным значениям небольшие. Тиреидиты тоже, большая доля. Гипофизиты, диабеты 100% остаются на лечении после окончания профилактического лечения. Вопрос остается открытым. Надо нам это или не надо, потому что мы рискуем достаточно с высокой частотой нежелательными явлениями, и при этом мы не знаем, насколько изменится судьба пациента в плане общей именно выживаемости. У нас просто пока нет этих данных. Фармакоэкономика. Другой аспект, о котором много говорят, и на сегодняшний день вышли анализы, вот в данном случае это анализ швейцарский, соотношение риска и пользы. На данных графиках та кривая, которая идет выше, в зависимости от порога готовности платить, а порог готовности оплатить по определению ВОЗ это 3 ВВП на душу населения. Та стратегия, которая выше, та будет более фармакоэффективной. Посмотрите, здесь на самом деле на основании второй стадии мы находимся в зоне, где все-таки пембролизума оказывается более фармакоэффективной стратегией. Да, это не наша система здравоохранения. У нас цены будут другие, соответственно, показатели фармакоэффективности будут другие. У нас тут хороший запас по этой фармакоэффективности. Это исследование говорит нам о том, что все-таки, наверное, целесообразнее использовать препарат, чем не использовать препарат. Ну и возвращаясь к роли биопсии сигнальных лимфоузлов. Фактически ведь сигнальные лимфоузлы это правильное статирование заболевания. Что нам даст правильное статирование заболевания? Для ряда больных Григорий Владимирович сегодня много раз показывал те случаи, когда мы находились в метастазе в сигнальных лимфоузлах при первой А, первой Б стадии заболевания. Мы резко меняем стадию заболевания. Эти пациенты не получили бы одиванную терапию. На третьей стадии они точно получат одиванную терапию, получат пользу от этой одиванной терапии. И размер этой пользы будет достаточно большой. Мы помним, что для брав мутированных пациентов это особенно принципиально, потому что одиванная таргетная терапия, которая применяется у больных в третьей стадии, она увеличивает общую выживаемость. Эти показатели, в общем-то, показаны, и с течением времени разрыв только увеличивается здесь. Мы будем правильно понимать биологию процесса. Все-таки одно дело, когда мы говорим о ранних стадиях, даже когда мы говорим о второй А, второй Б стадии, это одна биология. Третья стадия — это уже другая биология процесса. Это более агрессивный процесс с другой необходимостью контроля, в том числе и системного контроля. Опять-таки, размер эффекта иммунотерапии, если мы говорим про брав негативных пациентов, все-таки размер эффекта, чем больше и чем тяжелее стадия процесса. Мы понимаем, что биопсия сигнального лимфоузла может стадию изменить не на третью А, например, она может сразу изменить на третью Б, третью С, редко когда на третью Д, в принципе, тоже возможно. То есть на стадии с максимально неблагоприятным прогнозом. Но и, безусловно, оценка фармакоэкономических показателей тоже будет весьма важна. И здесь, конечно, нам нужны наши собственные исследования для того, чтобы понять, насколько у нас будет оказывать влияние такое раннее назначение препарата. Благо, у нас теперь есть свой собственный пембролизумаб, и это тоже совершенно изменит вот эту всю картину. В результате, подходя к такому заключению, я хотел бы сказать, что, конечно, на сегодняшний день у нас нет данных и нет тех препаратов, которые мы с уверенностью на 100% можем сказать, что мы изменим, увеличим показатели общей выживаемости у пациентов при назначении одеванной терапии на второй стадии заболевания. Может ли транслироваться увеличение времени прогрессирования? Возможно, да. Но может быть ситуация, что оно и не изменит. Время покажет, что будет, особенно с появлением новых методов терапии. И, конечно, на сегодняшний день рой биопсии стержевого лимфоузла остается важной, остается необходимой. Мы должны всецело поддерживать вот это направление, чтобы у нас все пациенты были стадированы грамотно, правильно. И нам даже для правильного назначения одеванной терапии биопсии стержевого лимфоузла на сегодняшний день остается ключевым элементом. Мы от нее отказаться с теми данными, которые есть, не можем. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok